Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы слышали такой евангельский рассказ о том, как пришли к Иисусу в Саддукеи и спрашивали Его совершенно о невероятной истории, которая якобы произошла. И спрашивали Его, хотя искусить Его, потому что не веровали воскресением мертвых. И вот они рассказывают историю о том, как было семь братьев, и у первого брата была жена, и потом этот брат умирает, потом по закону Моисея второй брат берет себе жену, жену эту женщину, и так тоже умирает, и так третий, четвертый, даже до седьмого. И вот они и спрашивают, хотя как бы насмехнуться, и чья же это будет жена воскресения мертвых. И Господь им отвечает, что вы прельщаетесь, не ведающие Писания, не силы Божьей, потому что их да, бо из мертвых воскреснут, не женятся, не посягают, но суть, как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскресают, не читали ли вы в книгах Моисеевых, при Купине, как сказал им Бог, говоря, «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». «Есть Бог мертвых, но Бог живых, вы ноги прельщаетесь». Ну вот, казалось бы, история такая глупенькая и примитивная насчет семи братьев, и кажется, что эти люди не только насмехаются, но и по своему какому-то развитию довольно примитивны. Но вот, хотелось бы перефразировать эту историю на современный лад. Как бы она звучала в сегодняшний день? И озвучала бы она приблизительно так. Сегодня учителя наши говорят о том, что такое любовь. Они спрашивают и отвечают на этот вопрос. И говорят, что любовь — это некие химические процессы, которые происходят в человеческом теле. Они нашли, что сегодня можно говорить о том, что вот есть такой гормон, который выделяется в крови человека, допамин. И этот гормон подвигает человека к невероятным подвигам, к жертвенности, заряжает, так сказать, его энергией. Потом выделяется следующий гормон в человеке, когда он находит, так сказать, свою любовь. Это окситоцин, который вызывает эйфорию чувств, бурные эмоции, прекрасное такое вот ощущение, как кажется, любви. И дальше после этого выделяется гормон эндорфин. И этот гормон, похожий на наркотик морфин, и он, в общем-то, обезболивает. Обезболивает, и его еще называют гормоном счастья, потому что человек чувствует покой, мир, радость, и ни о чем не переживает. И, казалось бы, вот именно, наверное, поэтому совершают многие парни какие-то великие подвиги, жертвы, идут на жертвы, романтику там какую-то выдумывают. И даже если им больно и тяжело, и холод, и зной, они все перетерпят ради того, чтобы эту любовь сохранить, а по сути своей, чтобы продлить вот этот вот, как говорят биологи, наркотическую зависимость. И, в общем-то, если они не чувствуют ответа, если они некое время, этот наркотик не поступает в кровь, то приходит наоборот, крайнее разочарование, желание смерти. Ну, то, все то, что на научно-медицинском языке называется наркотической ломкой, когда человек очень сильно страдает из-за этого. И такая неразделенная любовь, она приводит к таким страшным последствиям. Ну, вот, такой вопрос на самом деле звучал бы приблизительно так. Не про семь братьев, которые имели одну женщину, и какой бы там был воскресенье мертвых, а именно о том, что же суть такой любви, на чем она основана. И Господь говорит, что вы заблуждаетесь, не ведая Писания, потому что на небе не женятся, не посягают, но живут как ангелы на небесах. Человек, имея телесное основание, плотское, имеет и душу, имеет духовное основание. И вот это можно сравнить, как если бы человек, который чистит там канализационные проходы, люки в городе, он был бы под землей и видел только вот эти сточные воды, электрические провода, всякие коммуникации. Человек, который находится под землей, для него город, это вот это подземное царство отходов человеческой жизни. И, ну, это является ли это городом? Или это всего лишь фундамент города? Да, это действительно фундамент. Если ты хочешь увидеть сам город, тебе нужно возвыситься, выйти, вылезти вверх из-под земли и посмотреть на него. Так же само говорят и некоторые другие люди о том, что чему подобна любовь к человеку? Она подобна тому, как если бы сравнить некоторую такую геометрическую фигуру, как, например, конус или шар. И вот если мы посветим на эту фигуру сверху светом, то на полу, как от одной, так и от другой фигуры, мы увидим круг. А если мы сбоку посветим на эту фигуру, то на стене мы увидим от одной фигуры треугольник, а от другой тоже круг. Но духовное измерение любви и как трёхмерное измерение этих фигур, оно совершенно отличается от круга и треугольника. Конус и шар совершенно иную имеют форму в трёхмерном пространстве. Так и любовь. С точки зрения биологии, да, действительно происходят такие процессы в организме. Никто с этим спорить не будет. С точки зрения психологии происходят другие процессы в организме. Но если посмотреть духовно на это событие, то оно совершенно иную имеет форму. Форму разумную и духовную. И человек, который свою духовную сущность ею пренебрегает и не сводит свою жизнь до биологического существования, или, сказать лучше, животного существования, такой человек подвергается инстинктам, подвергается этой химии. Для него она становится основой жизни. И когда заканчиваются эти процессы, для него справедливо можно сказать, что любовь угасла. Но человек, который живёт ангельской жизнью, христианской жизнью, не биологической жизнью, а духовной жизнью, такой человек может контролировать свою жизнь. Он может её осмыслить, придать ей смысл духовный. И, зная, что в его организме происходят изменения, игнорировать их, не обращать внимания на них, выйти, стать выше этих процессов, и так, чтобы уже жизнь его контролировалась не инстинктами, но контролировалась бы Божьими заповедями, Божьим законом. Такую любовь, как мы видим, стяжал тот святой, которым мы сегодня почитаем, святой Серафим Саровский. В его жизни было много преград и искушений, много было возможностей пойти иным путём. Но он выбрал путь духовный. И этот путь духовный привёл его к истинной любви. Он говорил, интересно говорил очень о любви. Он говорил так, что стяжи дух мирный, и тысячи вокруг тебя спасутся. Стяжи эту любовь, и вокруг тебя многие её ощутят. Многие станут причастниками этой любви. Будем стараться стремиться к духовной любви. Будем стараться, подобно Серафиму Саровскому, любить Бога и преодолевать своё человеческое, материальное естество в сторону жизни духовной. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодати и человека любви, всегда, ныне и приясно, и во веки веков.